МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Городские управленцы обеспокоены ситуацией, сложившейся на рынке труда. Приведем город в порядок. В Центральном парке культуры и отдыха проходят субботники. И вновь наши идут на Аляску. Рязанские исследователи вновь отправляются с экспедиции на север. Теперь обо всем более подробно. Многие коммерческие структуры и предприятия сегодня предпочитают выдавать своим сотрудникам зарплату в конвертах. Такой способ выплаты способствует развитию теневой экономики, когда полученная зарплата в несколько раз выше той, которая отражена в бухгалтерских документах. Снижая расходы на оплату труда, руководители организаций тем самым уменьшают налоговые платежи незаконным методом. Выявить пути решения проблемы и напомнить работодателям об их ответственности. Эти вопросы сегодня обсудили в администрации города. В регионе продолжают бороться с нелегальными зарплатами. От зарплат в конверте страдают сами работники. А региональный бюджет недополучает значительные средства. Об этом в администрации города говорили на круглом столе Рязань без серых зарплат. Представители Министерства труда и занятости, пенсионного фонда, профсоюзов и бизнеса. Проблему серой заработной платы признали вопросом не экономическим, а социальным. В первом полугодии текущего года на заседание комиссии и рабочих групп было приглашено 249 работодателей, выплачивающих зарплату ниже уровня, установленное региональным соглашением о минимальной заработной плате. 50 работодателей с признаками неформальной занятости. 31 организация, имеющая задолженность во внебюджетные фонды. 6 организаций с признаками выплаты зарплаты в конвертах. В отраслевом разрезе это предприятие строительного комплекса, автовой и розничной торговли. Участники круглого стола отметили, что зарплаты в конвертах бьют не только по бюджету, но и по работникам, которые в частности лишаются социальной гарантии, рискуют не получить кредит, а в будущем остаются только с минимальной пенсией. Председатель областного объединения профсоюзов Инна Калашникова добавила, что сейчас готовится ужесточение ответственности, как за выплату серых зарплат, так и за их получение. Предлагаемые поправки, кстати, планируются вести в действие с 1 января 2016 года. Удивительно, в нашей стране, где существует достаточно серьезная система правоохранительных органов, уже на протяжении трех десятилетий не могут справиться с зарплатой в конвертах. Понятно, почему бизнес предпочитает платить в конвертах. Он экономит на налогах и выплатах. Со стороны работодателей выступил член Совета Рязанского отделения опоры России Артур Атакишиев. По его словам, большинству рязанских предпринимателей в последние годы не удается поднять зарплаты. У них нет возможности для развития, и они вынуждены сокращать бизнес. Когда с одной стороны президент страны говорит о сокращении, о снижении налогового времени, и предлагает те проблемы, которые сегодня были озвучены, о том, что введение бизнеса было нормальным, и он легализовался, давайте сделаем ему доступные средства сегодня, да, вот снизим налоговое время. В этих условиях к нему можно предъявлять требования. А что у нас происходит? Вместо того, чтобы реально сокращать налоговое время на самого предпринимателя, посчитали, что он платит единый социальный налог 17,5 тысяч, да давайте, ну чего он там с минимальной заработной платит, а сделаем ему 150. На прошлой неделе в Рязани был подписан договор о создании местного отделения Русского географического общества. Для наших исследователей это событие весьма значимое. В скором времени рязанские путешественники под руководством Михаила Малахова и впервые в статусе членов РГО отправятся в очередную экспедицию на Аляску. Сегодня прошла пресс-конференция, на которой участники похода рассказали о запланированном маршруте. Из Рязани стартует новая экспедиция на Аляску. В этом году маршрут пройдет по местам, открытым и освоенным русскими промышленниками еще в 18 веке. Путешественники пойдут по территории от пролива Шелихова до Бристольского залива, через озера Илиамна и Бочарова. В походе будут использоваться байдарки, но часть маршрута исследователи собираются преодолеть пешком. Общая протяженность экспедиции составит 800 километров. И как отмечает руководитель экспедиции Михаил Малахов, это расстояние команды из семи рязанцев планируют пройти за месяц. Это будет уже шестая наша экспедиция. Как-то один из ваших коллег, не буду называть фамилию, три-четыре назад мне сказали, слушай, куда в этот раз? На Аляску? Слушай, не надоел тебе? Ну, конечно, красиво, конечно, здорово, конечно, необычно. Каждый раз это что-то новое и так далее. Но и богу, мы не путешествуем для того, чтобы просто посмотреть красивые места. Ну, давно прошли весь этот период и так далее. Путешествуем для того, чтобы что-то сделать полезное. И на фоне вот этого полезного, интересного, проверить какие-нибудь концепции, конечно, они приключения сами по собой приходят. Не ради красоты приключения отправляемся. Ну, если уж вбили в голову проект «Наследие Русской Америки», чувствуем, есть логика, да, наша задача – визуализировать образ Русской Америки. Никто даже не видел вот эти края. В период с 2009 по 2013 годы Рязанским областным отделением Русского географического общества было проведено пять российских научно-исследовательских экспедиций по рекам Юкон, Нушагак и Нока, Медное на Аляске. Открытие на прошлой неделе Рязанского регионального отделения Русского географического общества безусловно даст толчок к развитию внутреннего туризма. Уже сейчас отмечается подъем интереса к истории родного края. Ведь, как отмечают современные путешественники, Рязанский край дал стане целую плеяду первооткрывателей – моряков, капитанов дальнего плавания, историков и географов. В числе знаменитых рязанцев первооткрывателей есть люди с мировым именем. Например, один из первых исследователей Аляски и Алиутских островов – Лаврентий Алексеевич Загозкин. Или знаменитый путешественник, географ и этнограф – вице-председатель императорского русского географического общества Петр Петрович Семенов-Тяншанский. Мы, прежде всего, забираемся на международный, на федеральный уровень для того, чтобы отразить роль и значение Рязани. Рязанских вкладов. У нас есть ключевая сквозная тема – это вклад рязанцев в мировую географическую науку. Это наш с вами региональный отличительный черта. Как я всегда в этом плане подчеркиваю, есть самое большое в абсолютном и относительном исчислении количество героев Отечества, и Советского Союза, и Российской Федерации, теперь уже благодаря Крастылеву, Вячеславу Васильевичу и георгийских кавалеров. Вторая отличительная особенность – созвездия путешественников с мировым именем. Такого 10 областей мы проехали с выставками по теме Русской Америки и Шпицбергена. 10 областей проехали с выставками в ведущих учреждениях, музейных учреждениях регионов выставлялись, включая Москву и Санкт-Петербург, Ульяновск, Ярославль и так далее. Крупнейшие мировые центры музейные, да, они считают за честь наш преградитель. Как рассказал председатель Рязанского отделения Русского географического общества Михаил Малахов, РГО не ставит перед путешественниками жестко поставленных целей и задач, ведь общество заинтересовано в поиске инициативных людей, которые готовы осуществить интересные проекты в разных уголках страны. Принцип очень простой. Вы знаете, всегда старейшая в России общественная организация, пятая на мировом масштабе с точки зрения времени организация Русского географического общества, всегда считалось престижным быть действительным членом Русского географического общества. Ей-богу, нам не хотелось, чтобы это превратилось в статус, хотелось, чтобы это была реальная работа. Поэтому основной вопрос, который при личной встрече, а процедура вступления, она предполагается, беседная определенная, значит, это, конечно, наличие собственных идей, собственного проекта, это реально действительный, а не на бумажке член Русского географического общества. Рязанская команда путешественников отправляется в очередную экспедицию уже завтра. Полигон «Дубрович» в Рязанском районе готовит к «Авиадарцу-2015». Это соревнование в точности стрельбы из ракетных установок и авиационных пушек по наземным целям. Пройдет он в рамках международных армейских игр. Участники должны продемонстрировать комплекс навыков летчиков ФВС, поведению боевых действий в различной обстановке и уровень профессиональной подготовки. Конкурс также предполагает показательные выступления летчиков. К началу соревнований на объекте возведут инфраструктуру, командный пункт и мишенное поле. Больше подробностей узнаете из следующего сюжета. Полигон «Дубрович» в Рязанском районе практически готов к принятию армейских игр 2015. Напомним, что в рамках игр, которые пройдут с 28 июля по 13 августа, намечены соревнования среди летчиков, а также команд десантников. Летчики будут состязаться в точности стрельбы из ракетных установок и авиационных пушек по наземным целям. Участники продемонстрируют навыки профессиональной подготовки по ведению боевых действий в различной обстановке. Конкурс также предполагает и показательные выступления летчиков. Но помимо этого пройдет конкурс десантников «Десантный взвод». Открытие планируется на 3 августа. По утвержденной программе планируется провести 4 этапа. На первом этапе в составе взвода произойдет десантирование, затем марш-бросок с преодолением полосы препятствий. На втором этапе пройдут соревнования среди экипажев боевых машин, индивидуальная гонка. На третьем этапе гонка-преследование и на четвертом этапе эстафета. Всего на соревнованиях будут выступать 6 команд десантников, 5 из боевых парашютно-десантных подразделений, а также команда курсантов РВВ ДКУ. Сейчас на полигоне в Дубровичах солдаты проводят интенсивные тренировки. Подготовка идет на высшем уровне. Создано расписание. Каждый день выделяется определенный этап. Например, сегодня у нас марш-бросок был с преодолением полосы препятствий. После этого сейчас будем отрабатывать изготовку к бою. Завтра, я так думаю, что, наверное, будет вождение. Но еще недвижим вечером нам доведут командиры. Думаю, что вождение 2-2 каждый день. Каждый день полонируются тренировки. Один день марш-бросок, другой день стрельбы, третий день вождение на БМД-2. Трассу, да, прошли сначала пешком, посмотрели все препятствия, потом проехались на боевой машине десанта. Армейские игры на полигоне под Дубровичем станут интересными и для зрителей. Сейчас завершается оборудование трибун на 4,5 тысячи мест. И продолжается монтаж телеэкранов перед трибунами. И что немаловажно, будет организован подвоз жителей областного центра до Дубровического полигона. Утро понедельника принято считать самым тяжелым и безрадостным. То ли это самовнушение, то ли в действительности в этот день сложнее всего оторвать голову от подушки. Наталья Новикова пообщалась с рязанцами и выяснила, с каким настроением они отправляются на работу. Понедельник день тяжелый, так в народе говорят. В настроении невеселым все сотрудники сидят. Выходные пролетели и спарились, как мираж. Первый будний день недели, где задор наш и кураж. Конечно, тяжело расставаться с беззаботными выходными. И понедельник действительно считается самым тяжелым днем недели. Однако, так ли это на самом деле? Наша съемочная группа отправилась на поиски истины. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, правда понедельник день тяжелый? Обычный. Как обычно, нормальный рабочий день. Для меня нет, у меня работа по сменам, поэтому мне все равно. Очень рабочий, конечно, устаем. Ну как, надо работать, трудиться. Средний. Почему? Работу транс закончен. Привет! Скажи, пожалуйста, вот как считаешь, понедельник день тяжелый? Да. Почему? Ну, начало рабочего дня, начало будний. А у тебя вот цветы, праздник какой-то? Да, день рождения иду. А, это украшает понедельник? Ну, да. Понедельник для вас день тяжелый? Нет. А почему нет? Ну, праздников не было. Да, у тебя в сердце. Поэтому день легкий, ничего тяжелого не нахожу. Нормальный, обычный день. Так что он дало стереотипы, да здравствует позитивный настрой и умение радоваться жизням в любой день недели. К празднованию своей годовщины Рязань преобразилась. Стало чище и зеленее. Появляются новые клумбы, высаживаются молодые деревца. Управление благоустройства без дела не сидит. Вот и в минувшую пятницу в Центральном парке культуры и отдыха прошел субботник, в котором приняли участие и сами рязанцы. Кстати, горожане в последнее время стали проявлять большую заинтересованность в украшении и облагораживании родного города, что, несомненно, ускоряет процесс его преображения. Да и общие интересы, как известно, объединяют. Рязань является одним из самых древних городов на территории современной России и в этом году отмечает свое 920-летие. В связи с наступающим праздником администрация города решила провести масштабные субботники в Центральном парке культуры и отдыха. Стоит отметить, что помимо ЦПК и О, субботники проводились еще в нескольких местах. Сегодня в городе Рязани у нас проводятся массовые субботники. Работа проходит на трех площадках. Это Барковской карьер, пристань у реки Трубиш и реки Оки, а также вот здесь, на Рюминском пруде. Эта акция посвящена 920-летию образования города Рязани. И мы благоустраиваем Центральный парк культуры и отдыха. Вот эта территория, которая сейчас убирается, это территория Центрального парка. Территория парка общей площадью свыше 56 гектаров разбита на 19 секторов и закреплена за участниками субботника. На помощь администрации пришли муниципальные учреждения города, водоканал города Рязани, учреждения культуры, а также Министерство здравоохранения Рязанской области и Министерство природопользования и экологии региона. Более подробно о мероприятиях, связанных с благоустройством и озеленением Рязани, вам расскажет заместитель начальника управления благоустройства города Ольга Свинцова в программе подробностей, которая выйдет в эфир сразу после выпуска новостей, то есть через несколько минут. Ну а мы с вами прощаемся. Смотрите нас на «Рязанских кабельных». Всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова